Печень – один из важнейших органов в организме любого животного. Она выполняет множество различных функций, в том числе активный метаболизм, выработку витаминов и ферментов, производство желчи, обезвреживание токсинов, участие в свертывающей системе крови. Таким образом, печеночная недостаточность у кошек в значительной степени влияет на качество жизни питомца. Содержание печеночной недостаточностью кошек – главные причины симптомы диагностика лечения печеночной недостаточности у кошек Профилактика печеночная недостаточность у кошек – главное повреждение печени оказывает серьезное влияние на общее состояние организма. Основные симптомы печеночной недостаточности у кошек и котов – это рвота, диарея, отказ от еды, изменение цвета мочи и кала. Диагностика такого состояния должна включать широкий спектр исследований. Лечение будет зависеть в первую очередь от причины, вызвавшей заболевание печени. Причины-причины развития печеночной недостаточности у кошек и котов очень разнообразны. К ним можно отнести отравление фосфорганические вещества и перитроиды часто встречаются в противопаразитарных препаратах, ушных каплях, но при передозировке, а у более восприимчивых животных и в рекомендуемых дозировках, вызывают отравление. Часто кошки поедают ядовитые цветы, такие как пальмы, лилии. Также нередки отравления лекарственными препаратами, например, высокими дозами антибиотиков. Ксилитол добавляется во многие жевательные резинки и пасты для зубов, но является токсичным при поедании животными. Этиленгликоль содержится в антифризе, на вкус он сладкий и может привлекать питомцев, но при поедании вызывает сильную интоксикацию. Онкология первичной или метастатической опухоли разрушают функционирующие ткани печени, ухудшают ее работоспособность. Инфекционные и инвазионные заболевания к ним можно отнести вирусные инфекции кошек, такие как вирус лейкоза и инфекционного перитонита. Лептоспироз нечасто встречается у кошек, в отличие от собак, но также способен вызывать у них печеночную недостаточность. Апистархоз – заболевание, вызываемое плоскими гельминтами, которые паразитируют в желчных ходах печени. Часто у кошек причиной инфекционных процессов в печени является заброс кишечных бактерий из 12-перстной кишки в печень по общему желчному протоку. Симптомы Симптомы печеночной недостаточности у кошек и котов разнообразны и будут зависеть от того, какой процесс происходит, острый или хронический. Симптомы могут включать в себя рвоту, диарею, вялость, отказ от еды, желтуху, изменение цвета мочи на бурой, изменение цвета фекалий на серый, белый. При осмотре можно обнаружить асцит, увеличение размеров печени, боль в области печени, подкожное кровоизлияние, снижение свертываемости крови. Диагностика Диагностика печеночной недостаточности у кошек включает в себя широкий ряд исследований, но в первую очередь необходимо собрать подробный анамнез. Для подтверждения диагноза применяется общий осмотр животного, пальпация. Проводится исследование общего клинического и биохимического анализа в крови, УЗИ брюшной полости. При наличии асцита проводится диагностика жидкости, ее цитологический состав, биохимическое исследование, при необходимости посев. Лечение печеночной недостаточности у кошек в первую очередь необходимо прекратить действие повреждающего печень фактора. Если кошка съела токсическое вещество, может быть показано промывание желудка, назначение сорбентов. Если вещество было нанесено на кожу, требуется как можно скорее помыть кошку с моющим средством. Если токсическое вещество известно, вводится соответствующий антидот. Бактериальная инфекция требует назначения антибиотиков, а гельминтоз – противогельминтных препаратов. Лечение онкологического процесса будет зависеть от типа опухоли и может включать в себя хирургическое сечение, химиотерапию, лучевую терапию. При отсутствии повреждающего фактора и если не произошло необратимых процессов, печень способна самостоятельно регенерировать и восстанавливать свои функции. Действие гипотопротекторных препаратов до конца не изучено, но могут использоваться такие средства, как С-1-азилметионин, экстракт плодов расторопши. Профилактика Профилактика печеночной недостаточности у кошек заключается в недопущении поедания ими токсических веществ, использовании различных препаратов только по назначению врача. Рацион должен быть сбалансированным и включать в себя только разрешенные диетологами продукты. Ежегодная диспансеризация способна выявить проблему на ранних стадиях и начать лечение до развития серьезных изменений.